В пятницу 28 августа в Рязани состоялось масштабное родительское собрание. В прямом эфире его провели глава региона Николай Любимов вместе с министром образования и молодежной политики Ольгой Щетинкиной и заместителем руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ириной Акимовой. Они обсудили вопросы организации учебного процесса в связи с пандемией коронавируса. Особенность 2020 года учимся жить по-новому. Исследования, проведенные Роспотребнадзором в 26 субъектах Российской Федерации, свидетельствуют о том, что у детей инфекция протекает бессимптомно. И у 40% из обследованных было установлено, что был сформирован иммунитет. Исследования показывают, что чем меньше дозы, тем бессимптомнее протекает процесс. Поэтому первая важная задача – не допустить в школу людей с клиническими проявлениями. В этом мы видим большой риск. Поэтому на входе должен быть фильтр для всех. Ирина Акимова, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора, отметила, что учебный процесс должен проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Должен быть организован отдельный кабинет для каждого класса. Также должна осуществляться обработка помещений специальными ДЭС-средствами. Контролировать температуру будут на входе в школу. 1 сентября пройдут праздничные линейки, посвященные Дню Знаний. Решение о формате мероприятий принимает каждая школа самостоятельно. Предусмотрено усиление дезинфекционного режима. Это касается антисептической обработки и уборки помещений, обеззараживания воздуха специальным оборудованием, а также соблюдения мер безопасности в столовых. Обязательно ежедневная влажная уборка помещений и генеральная уборка не реже одного раза в неделю. Школам выделены средства в размере 96 миллионов рублей из резервного фонда правительства области и муниципальных бюджетов на приобретение необходимых дезинфицирующих средств, термометров и оборудования для обеззараживания воздуха. Губернатор Николай Любимов в ходе видеоконференции подчеркнул, питание школьников также будет организовано с соблюдением всех санитарных правил по специальному графику, составленному с целью минимизации контактов между детьми. В Рязанской области все 48 тысяч, почти с половиной, школьников с первого по четвертой классы будут обеспечены горячим питанием. Эта работа проведена в регионе по поручению президента Российской Федерации. Детям будет обеспечен бесплатно один прием горячего питания. Кто учится в первую смену, получит бесплатный завтрак, кто во вторую – бесплатный обед. Также в школах планируется разделение потоков учеников, возможно открытие нескольких входов. На проведение массовых мероприятий установят запрет. Маски и перчатки учителя и дети смогут носить по желанию. Однако в масках должны находиться сотрудники пищеблоков и обслуживающий персонал, подчеркнул губернатор. Тесты на коронавирус учителям и ученикам сдавать не требуется. Справки понадобятся только тем детям, которые перенесли заболевание или контактировали с больными коронавирусом. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».